Чем мы можем помочь хирургам, кроме как поправить свет, когда они оперируют рак ёлкова? Мы можем протереть ему лоб, почесать спину и ещё чем-то помочь. Поэтому тема моей сегодняшней лекции – это предоперационная и отребанная химиотерапия немоклеточного рака лёгкого и практическое значение. Короткая ссылка на то, что рак лёгкого по-прежнему в США лидирует по онкологической смертности среди мужчин и очень уверенно поднимает голову по смертности у женщин. Поэтому это крайне актуальная проблема. Но поскольку Константинович всё рассказал о стадированной, то этот слайд я пропускаю. И мне хотелось бы сказать, что мы сейчас с вами являемся свидетелями такого момента, что понятия немоклеточного рака востремительно делятся на разные подтипы. То есть я думаю, что буквально мы говорим об этом последние несколько лет как о единой проблеме. Потому что на сегодняшний день всем уже понятно, что лечение плоскоклеточного рака – это одна проблема, лечение аденокарцинома – это другая проблема. Но, тем не менее, сегодня мы говорим в целом о нейлококлеточном раке лёгкого. Итак, это дюбанная или предоперационная терапия. Цель её – увеличение безрецидивной и общей выживаемости у радикально-проаглированного больного. То есть хирурги сделали лучшее своё тело, радикально больного проаглировали, а дальше мы подключаемся. Цель неодюбанной или индукционной, или предоперационной химиотерапии – это увеличение безрецидивной опухоли и также увеличение безрецидивной и общей выживаемости. Итак, дюбанная терапия – проводить или не проводить её – вопрос, который очень серьёзно нас интересует. И, если вы помните, ещё несколько лет назад на этот вопрос большинство отвечало чётко и нет. Давайте посмотрим, что у нас на сегодняшний день. Итак, историческая справка. Вообще, с чего всё началось? Вот тут такие маленькие графики. Что на них показано? На них показано сравнение двух исследований, классическое исследование Джани Монатонных, по раку молочной железы, о том, какой даёт нам процент прибавки адюбантной терапии рака молочной железы. И она даёт, в принципе, по его работе всего-навсего 4%. То есть на основании того, что адюбантная терапия рака молочной железы дала 4% преимущества, была введена адюбантная терапия рака молочной железы. Отсюда напрашивается вопрос, какое нам нужно преимущество, чтобы ввести адюбантную терапию не мелкоклеточного рака ленкова. И вот историческая справка. Итак, в 1957 году добавили мускорген, пользы не получили. В 1970-м попытка иммунотерапии вакцины ВЦЖ без пользы. Дальше попытка сочетания ВЦЖ для вамизола и зонеазида без пользы. В 1995 году метаанализ, хирургическое лечение. И, соответственно, тут-то с 1995 года всё и начинается. Итак, после 1995 года мы имеем целый ряд клинических исследований, в которых пытались проследить, есть ли какое-то преимущество в выживаемости, увеличение выживаемости при назначении адюбантной терапии немококлеточного рака ленкова в том случае, если проведена радикальная хирургическая операция. И, соответственно, в трёх исследованиях было показано преимущество, и в остальных преимущества не было. При этом, вот первое исследование, это исследование ЭПОК, в этом случае после радикальной операции со стадии 2 или 3 А проводилась химиотерапия циклососплотин и этапозит плюс лучевая терапия, либо только лучевая терапия. Группа была достаточно большая, и при этом, посмотрите, никакого преимущества выявлено не было. Следующее достаточно большое исследование, исследование АУКИ. Результаты в 2002 году более тысячи пациентов в стадии с 1 по 3 А. Лучевая терапия в данном исследовании была необязательна, и её получили только 45% больных. Только 70% получили все циклы химиотерапии, и химиотерапия, включающая цисплотин, цисплотин, метамициновинтезин, и медиано наблюдение достаточно хорошее. И, соответственно, мы различия также не получили. Следующее исследование, JBR-10, 4 цикла венолюбин плюс цисплотин по сравнению с просто наблюдением в том случае, если была первая В или вторая стадия невелкоклеточного рака лимкова. И вот здесь впервые было получено некое преимущество проживаемости. Медиано наблюдение было достаточно долгое, 9 лет, и было получено улучшение результатов по общей выживаемости. И, соответственно, пытались провести в этом же исследовании анализ в подгруппах. И первый анализ был проведен в возрастных подгруппах. Менее 65 лет считались молодые пациенты, и свыше 65 лет пожилые пациенты. И, соответственно, посмотрели разницу выживаемости пожилых и молодых пациентов. И одновременно было второе подоследование, достаточно симпатичное. Объединили, посмотрели мутацию кейрас. Она была не у всех больных, это было 450 больных. И посмотрели, что пользу от химиотерапии получили больные только с диким типом кейрас. И вот внизу вот этот бледный грань, он, соответственно, показывает, что, соответственно, только, только дикий тип, их было 75% этих больных получили пользу. С мутантным типом пользы от химиотерапии не было. Наиболее такое весомое исследование ИАЛП, оно было завершено, значит, 2003 года, это 1867 больных, стадии монотоклеточного рака лёгкого от 1 до 3 дней. Лучевая терапия не обязательно получила т.е. только 30%, цисплатин плюс это базит или цисплатин какой-то гинкалкалоид. При этом именно в этом исследовании было показано увеличение 5-летней выживаемости на 4,1%. И было показано, что польза при 3-й стадии заметно больше, чем при 1-й. То есть снижение риска смерти произошло на 14% и увеличение 5-летней выживаемости на 4,1%. Это вот был такой очень радостный результат. Что еще посмотрели? Посмотрели, соответственно, по группам общую и без рецидивную выживаемость и неспецифическую, не связанную с ними оклеточным раком лёгкого смертность по группам. Причем посмотрели, насколько часто возникает локальный инцидив, вторые опухоли и смерть, не связанная с немококлеточным раком лёгкого. И что оказалось наиболее интересным? Наиболее интересным оказалось то, что, соответственно, смерть, не связанная с немококлеточным раком лёгкого, была чаще в группе, которая получала адъюватную химиотерапию. Вторые опухоли чуть чаще. Но, соответственно, риск локального рецидива снизился. И это тоже исследование. Самое интересное началось после 5 лет наблюдения. Когда прошло 5 лет, и мы зафиксировали эту замечательную, не мы, а авторы исследования, зафиксировали замечательное увеличение общей выживаемости, то после 5 лет наблюдения вдруг было обнаружено увеличение количества смертей от другого злокачественного новообразования и кардиокульмональной патологии. При этом это были смерти, которые были не связаны с лучевой терапией, они были не связаны с возрастом, они были не связаны со стадией, с общим статусом больного и кумулятивной дозой цисплотина. Поэтому потенциально негативный долгосрочный эффект адъюватной химиотерапии нуждается в изучении. То есть после 5 лет мы получили вот такой не очень приятный результат. И еще очень интересное исследование было в этом внутри этого исследования. Это изучение, очень модное сейчас, и ARC-CC1, но я думаю, что поскольку здесь присутствует, собственно, гейминология, мне даже неудобно об этом говорить, поскольку мы это плохо понимаем. Но тем не менее. 761 пациент синхронно было проведено данное исследование. И дальше, причем 18% были женщины и 32% это была аденокарцинова лёгкого, и 5-летняя выживаемость была рассмотрена с точки зрения негативного или позитивного ответа. И, соответственно, было получено вот такое некое различие, но более точных данных я не обнаружила. И было показано, что выделение выживаемости при негативном варианте, она была в том случае, если цисплотин адъюватной применялся, соответственно, она была выше. Следующее исследование АНИТА. В 2006 году более 800 пациентов с 1-й В по 3-ю А стадии вновь цисплотин или нарельмин, увеличение 5-летней выживаемости на 8,6% и увеличение 7-летней выживаемости на 8,4%. При этом было чётко показано, что польза адъюватной терапии только при 2-й и 3-й стадии. И, соответственно, дальше был предпринят в 2007 году так называемый мета-анализ ЛАСЭ, на который на сегодняшний день и опираются все рекомендации по адъюватной терапии и немногоклеточного рака лёгкого. 5 исследований, 4,5 тысячи пациентов и медиа наблюдения 5,1 года. И, соответственно, было показано, что 5-летняя выживаемость после адъюватной химиотерапии, она несколько выше. И дальше говорить, если об этом анализе, об этом мета-анализе, сейчас, ага, 5-летняя выживаемость, она, в принципе, возросла с 43% до 40 людей и остался же на вопрос, а можно ли дониться лучшего результата. И очень интересно, что все режимы химиотерапии были на основе с плотина в данных исследованиях. Количество циклов от 3 до 4. И посмотрите, какая различная комплогентность. То есть больные получили не все циклы в силу плохой переносимости. И, например, было исследование, в котором только 50% циклов получили пациенты. Соответственно, здесь 164. Максимальная – это 74% комплогентность. Это низкая комплогентность достаточно. И как сюда вытекает вопрос, возможно ли лучшая переносимость отюванной терапии. И если посмотреть, то вот, так сказать, посмотреть хазатрацио, то, соответственно, только при 2-й и 3-й стадии у нас есть какое-то улучшение выживаемости при отюванной терапии венимой, как клеточного рака ленкова. Вот он химиотерапия и контроль, вот он выигрыш. Но что еще было интересно в данном исследовании, это то, что посмотрели, какую же роль играет венимин, который был добавлен к цисоплотинам, насколько цисоплотин был во всех исследованиях. Посмотрите, если здесь у нас прибавка 5,3% выживаемости, то в том случае, если возьмем только исследование с венимином и цисоплотином, то, соответственно, прибавка это составила практически 9%. То есть венимин в сочетании цисоплотином дает некое преимущество. Итак, анализ был также проведен в подростных группах больше 70 лет, 400 больных 65-65 лет и менее 65 лет. При анализе было показано, что пожилые пациенты, в принципе, получили меньше циклов химиотерапии. По токсичности принципиальных различий не было. И в группе пожилых больных было изначально больше смертей, которые были не связаны с немного клеточками рака легкого. Поэтому на основании этого был сделан вывод, что химиотерапия должна быть предложена пожилым больным, которые находятся в хорошей физической форме. Еще одно очень интересное исследование, которое уже не относится к данному метаанализу, 2003 года 979 больных были взяты больные первой стадии, только аденокарциномой. Выполнена радикальная операция, и рандомизация шла на прием УФТ, таблетированный препарат, и против плацебо. 250 мг на метр квадратный ежедневный прием на 2 года. Комплоентность 6 месяцев 79%, 12 месяцев 71%, и 24 месяцев половины больных выдержали такой режим. И посмотрите, соответственно, при Т2 это имело статистически значимое преимущество, и, соответственно, 5-летняя выживальность при Т2 была при приеме УФТ 84,9%, а в группе плацебо 73,9%. Вот такие, собственно говоря, интересные у них получились результаты от Турфелимедина монотерапии на постоянном химиотерапии. Кроме этого, было публиковано популяционное исследование Канады, в котором было проанализировано количество операбельных случаев гневококлеточного рака легкого по годам с 2001 по 2003 и с 2004 по 2006. И посмотрите, если в первой группе получали только 7% подиватную химиотерапию, а во втором варианте 31. И посмотрите, госпитализация в течение 6 месяцев после операции по поводу немногоклеточного рака легкого и 4-летнюю общую выживальность. Прибавка 4-летней общей выживальности составила 3,6%. Но это эволюционный анализ, то есть в течение 2-х лет после операции было отмечено относительное уменьшение пропорций пациентов, которые госпитализированы по поводу метастатического рака легкого. В настоящее время, куда мы движемся, идет исследование ЭКОК-1505, когда после радикальной операции, когда не планируется химиолучевое лечение, выполнена радикальная операция 1-я ЛВ по 3-ю А стадии, и соответственно, либо 4 цикла химиотерапии с плотином и бегут сезумом ЭКОК-1 на 1 год, но когда-то мы увидим результаты данного исследования. Попытка ЭКОК-1 назначить гипетиниб при 1-й А стадии, к сожалению, не показала выраженных каких-то преимуществ, и на сегодняшний день сделан вывод, что азиуатное применение гипетиниба не улучшает результаты лечения первично-операбельного немелкоклеточного рака легкого. Еще одна попытка провести какую-то азиуатную терапию это химиопрофилактика СИЕНА, третья фаза, международная организированная двойной слепой плацебо-контролируемого исследования, прием СИЕНА 200 микрограмм в день на 48 месяцев после первой радикального лечения первой стадии рака легкого, оценивали частоту развития другой опухоли, процент рецидиум и токсичность. Но прием СИЕНА был совершенно безопасен, но не имел никаких преимуществ перед плацебо. Еще одно интересное направление это азиуатная вакцино-терапия. Значит, имейдж-А3 антиген экспрессирует при иммуно-ответочном раке легкого, он не экспрессирует в нормальных клетках, он специфичен для опухоли, и послеоперационная иммуно-терапия может быть хорошо специфичной и хорошо переносимой азиуатной терапией. Такая золотиория для начала клинического исследования. И, соответственно, при первой или второй стадии при определении положительного статуса опухоли была назначалась иммуно-терапия на 27 месяцев либо плацебо, но исследование по количеству больных небольшое, то есть 122 и 60 пациентов. Что показало данное исследование? Что была общая хорошая переносимость, токсичность третьей и четвертой степени была редкой, только три случаи выраженной токсичности имели связь с вакциной, и, соответственно, бецептильная выживаемость в общем-то всех несколько порадовала, и поэтому в настоящий момент идет исследование третьей фазы, в которой планируется набрать достаточно большую группу больных. Еще один короткий вопрос. Это химиолучевая терапия конкурентно или последовательно показано, что при сочетании химиолучевой терапии целесообразно проводить это одновременно. И, соответственно, показали, что послеоперационная лучевая терапия при третьей стадии в мета-анализе имеет преимущество именно при третьей стадии, при третьей стадии и при статусе N2. Это коротко обручевая терапия, но хотя эта цель у меня не стоит. Итак, какие практические рекомендации мы сейчас имеем? Это рекомендации АСКО, ЭСМО и НЗСР. Соответственно, это клинические вопросы, о которых мы уже говорили. И на сегодняшний день одевантная химиотерапия по итогам мета-анализа ЛАЦЭН не рекомендована при первой А стадии, не рекомендована в ультильной практике при первой Б стадии и рекомендуется при второй стадии и при третьей А. При этом обязательно применение препаратов платины, применение алкилирующих препаратов не рекомендуется, и одевантная терапия рекомендуется только для радикально прооперированных органов. Соответственно, какие обязательно цисплатин? Цисплатин плюс веноревим дозы на экране, и в том случае, если мы хотим каким-то образом модифицировать, мы должны это обсудить с пациентом. Объюантная терапия немногоклеточного рака легкого по рекомендации МАСКО это несомненный режим с цисплатином. Может ли кармаплотин быть альтернативой? Он может быть альтернативой, если имеется сердечная патология и гипергидратация нежелательная, если имеется диабетическая нейропатия или нефропатия. Соответственно, во всех трех исследованиях, которые показали преимущество, был обязательно цисплатин и в двух угол веноревим. Значит, еще раз, кармаплотин не эквивалент, и соответственно веноревим на сегодняшний день по рекомендации может быть заменен на доцитоксил, паклитоксил, гемцитамин или пиметриксит. И роль каких-то предикторов на сегодняшний день на фазе изучения. Что подлежит специальному обсуждению с пациентами, во врачебном коллективе и с пациентами? Это пациенты с низким общим статусом и пожилые пациенты. Рекомендуется преодолеть терапевтический нигилизм по отношению к адюватной химиотерапии и необходимо обсуждать с пациентом прогноз риск и пользу адюватной терапии. Как это обсуждение рекомендует АСКО? АСКО рекомендует нарисовать пациенту графическую картинку, поскольку пациент легче ее понимает. Итак, в белом показаны пациенты, которые умрут в течение 5 лет, независимо от того, получали они химиотерапию или нет. Желтым обозначены те пациенты, которые будут жить более 5 лет, независимо от того, получили они, что они не получили химиотерапию. И только зеленый цвет – это пациенты, которые будут жить более 5 лет благодаря химиотерапии. Таким образом, при первой стадии 3% больных будут жить благодаря химиотерапии. При второй стадии 10% будут жить благодаря химиотерапии. И при третьей стадии 13% будут жить благодаря химиотерапии. Соответственно, пациент полностью будет проинформирован о преимуществе химиотерапии в его случае. Это рекомендация АСКО и графическая картинка из рекомендации АСКО. Итак, предоперационная неодевантная инфекционная терапия. Опять-таки, следующий вопрос – лечить или не лечить этих пациентов? Неодевантная химиотерапия определена, роль ее уже определена при третьей стадии, при первой и второй стадии. Неодевантная химиотерапия потенциально легче переносится, потому что хирурги еще ничего не сделали с пациентом. Демонстрируют увеличение выживаемости. Данные исследования ограничены. Почему? Потому что, во-первых, у нас недостаточное число таких пациентов. Ведь, когда мы говорим о неодевантной терапии, мы должны говорить о пациенте, который потенциально может быть радикально прооперирован. То есть, мы берем того пациента, которого и без нас хирурги соперируют. Кроме этого, у нас есть данные, что одевантная терапия демонстрирует вполне удовлетворительные на сегодняшний день результаты. И, наконец, этическая проблема. Ведь мы должны ради проведения индукционной или предоперационной химиотерапии отложить операцию у того пациента, которого можно соперировать уже сегодня. Итак, были проведены клинические исследования. Соответственно, хирургическое лечение или два цикла химиотерапии, а затем уже операция. И, значит, в этом исследовании, собственно говоря, преимущество, оно было статистически недостоверным. Недостоверным было преимущество, но если смотреть по группам, то преимущество некоторое получили пациенты, у которых была химиотерапия и операция с меньшим поражением числа лимфу львов. Следующее исследование. Третья остатина мелоклеточного рака львукова – индукционная терапия с плотином. После этого хирургическое лечение – это лучевая терапия, либо одна лучевая терапия. И, соответственно, было показано, что медиана наблюдения была более семидесяти месяцев, и медиана выживаемости была, ведь вот пятередняя выживаемость – одна лучевая терапия у нас была 14%. И, соответственно, если были предприняты все действия хирургической лечения, лучевая терапия и химиотерапия, то 15%. Клиническое исследование – ТОК-9309. Третья остатина мелоклеточного рака львукова. Индукционная химиотерапия – это позиция сплотин с лучевой терапией. И после этого рандомизация. Либо еще хирургическое лечение – еще два цикла, либо лучевая терапия – и два цикла. Медиана наблюдения – 81 месяц, и различие общей выживательности не выявлено. И исследование СВОК-9900, также с первой по третью А стадии. Паклитоксил с кормоплотином не очень важно, и плюс операция, и операция одна. И соответственно, также у нас выраженного изменения в пятилетней выживаемости нет, но зато есть некое очень небольшое различие в годичной выживаемости и в двухгодичной. И таким образом, если посмотреть все эти исследования, то чего добились? Вот пятилетняя выживаемость – 15 и 14 месяцев, соответственно 27-20 месяцев, но в другом случае было меньше число наблюдений. И мета-анализ показал, что все-таки химиотерапия дает некоторое преимущество в общей выживаемости. И оказалось еще исследование, при котором с первой по третью А стадии был также режим метамицинфосфаминцисплатин, и было интересно десятилетний результат. В группе химиотерапии выигрыш общей выживаемости 10-летней был 8%. И многофункциональный, а намногофакторный анализ, возраст и стадия Н0 и Т2 ассоциировались с достоверным преимуществом. То есть получается, что выявлен длительный выигрыш общей выживаемости в результате проведения нео-адьюватного лечения. И еще одно исследование, при котором пациенты получали паклитоксил с кармоплатин АУ-6 и предоперационная или адьюватная. И было сравнение предоперационной химиотерапии плюс операции и операции плюс послеоперационной адьюватной химиотерапии. И если посмотреть, то, во-первых, достаточно мало больных получили предоперационную химиотерапию, всего 38%. Могли бы получить, наверное, и больше. И, соответственно, адьюватная и предоперационная терапии не привели к статистически значимому увеличению пятилетней выживаемости. Пятилетние выживания, посмотрите, во всех группах и с предоперационной химиотерапией, и с послеоперационной, и с одной операцией они, в принципе, сравнимы и не различаются. Это вот графически. И, соответственно, был проведен мета-анализ в 2008 году адьюватная против предоперационной химиотерапии. Различий в общей и безрецидивной выживаемости не выявлено. Таким образом, влияние неодьюватной и адьюватной химиотерапии на выживаемость, в общем-то, на сегодняшний день одинаково, хотя адьюватная у нас входит в рекомендации. Неодьюватная химиотерапия имеет преимущество перед операцией без химиотерапии, рекомендуется при 3-й АМ2 стадии немоклеточного рака лёгкого, и нам нужны новые препараты и новые исследования. Благодарю с вами. Спасибо.